Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – транспортная система животных. Транспортной системой животных мы называем кровеносную систему, которая служит для передвижения питательных веществ по организму и кислорода с углекислым газом. Так вот, кровеносная система позвоночных животных устроена по одинаковому типу, по одному плану. Кровеносная система состоит из сердца и сосудов. Так вот, сердце состоит из предсердия или предсердий, из желудочков. А сосуды бывают трех видов – артерии, вены и капилляры. Артерии – это сосуды, которые выносят кровь из сердца, вены – это сосуды, которые приносят кровь в сердцу, а капилляры – это те, которые соединяют артерии и вены. Как же устроены наши кровеносные сосуды? Кровеносные сосуды. Вот показаны на картиночке под буквой А – это вены, под буквой В – артерии и под буквой В – капилляры. Под буквой А – это вены. У них достаточно тонкие стенки, но зато внутри есть клапаны. Они называются полулунными. Они препятствуют току крови обратно, то есть обратному току крови они препятствуют. Артерии – под буквой В. У них стенки достаточно толстые. Почему? Потому что, когда кровь поступает из сердца в артерию, она идет под сильным давлением. Поэтому стенки у сосудов должны быть потолще. Капилляры. Они самые тоненькие сосудики. У них стенки состоят только из одного слоя клеток. И именно в капиллярах происходит газообмен и обмен питательными веществами. Так вот, состав крови. Кровь состоит из плазмы, клеток крови и тромбоцитов, можно так сказать. Можно сказать так, плазмы и кровяных клеток. Так вот, плазма – это жидкость, в которой плавают вот эти самые клетки. Клетки крови делятся на эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Эритроциты – это красные клетки крови. Лейкоциты – это белые клетки крови. А тромбоциты – это кровяные пластинки. А теперь поподробнее о каждом виде клеток. Эритроциты – это красные кровяные клетки. Они имеют дисковидную форму, уплощенную посерединке, сплеснутую, так скажем. Так вот, их в одном миллиметре кубическом целых 5 миллионов. И у них функция – перенос кислорода и углекислого газа. Лейкоциты – это белые клетки крови. Их называют белыми, хотя они бесцветные. Их в крови тоже достаточно много. В одном кубическом миллиметре их до 10 тысяч. Они похожи на амебы и имеют ядра и ложноножки. Они могут передвигаться из кровеносных сосудов и поглощать бактерии. Они борются против всяких бактерий и болезней. Тромбоциты – это кровяные пластинки. У них нет ядер. Вот они. Они бывают круглые или овальные. И размеры очень маленькие. И в одном кубическом миллиметре крови их до 400 тысяч. Они обеспечивают сворачивость крови. Свертываемость крови нужна нам. Для чего? Для того, чтобы мы не потеряли много крови. Когда вы поранитесь, вы знаете, что постепенно кровь застывает. Так вот, за это отвечают именно тромбоциты. На этом все. Спасибо большое за внимание.